Батюшка Приветствую всех, дорогие друзья, прямо из Иерусалима. Низкий всем поклон и Святой Земле. Сегодня я хотел бы поговорить о нашем духовном отце, известном священнике Санкт-Петербурга, протерея Василия Ермаковья. Прошло уже 12 лет с того времени, как батюшка отошел в мир обители Вечности. Уже стало доброй традицией, что каждый год к 3 февраля я пишу статью памяти отца Василия. Но в этом году мне захотелось расширить формат и создать небольшой видеоочерк, посвященный памяти моего духовного отца, дорогого всеми, любимого батюшки. Жизненный путь отца Василия был весьма непростым по своим сложным обстоятельствам и переплетался со всякого рода сложностями и искушениями. Уроженец маленького купеческого провинциального города Болхово, Орловской губернии, он стал свидетелем многих интересных событий 20 века. Советская власть, которая оторгала верующих людей от своих корней и пыталась создавать образ нового советского строителя коммунизма, окружала большую часть жизни будущего священника. Так в городе Болхове, когда-то городе церквей, в предвоенные годы не осталось открытым практически ни одного храма. В памяти отца Василия запечатлелось 25 заколоченных храмов без крестов, с разбитыми окнами. Так было везде в России в предвоенные 30-е годы. До 14 лет юный Вася Ермаков прожил без храма, но молился дома, как мог, молитвой родительской, ведь в то время строго запрещалось отмечать какие-либо христианские праздники. В этих обстоятельствах формировался юный Вася Ермаков. К этим советским гомнениям прибавилась еще новая страшная беда, которая ставила навсегда след в памяти и воспоминаниях будущего священника. Жители города Болхова стали свидетелями беспорядочного отступления, а зачастую бегства советских войск. 9 октября 1941 года в Болхов пришли немецкие солдаты в составе танковой бригады Гудериана. Окупировав эти земли. Парадоксально, что при новой оккупационной власти в этом же году, 16 октября, в Болхове был открыт храм святителя Алексея, митрополита Московского, а богослужение возглавил сосед семьи Васи Ермакова, отец Василий Веревкин, который с 1932 по 1940 годы отсидел в советских лагерях на лесоповале. Этот единственный оставшийся в городе священник и пришел совершить божественную литургию. Это было первое в жизни богослужение юного Васи Ермакова. Постепенно он стал помогать новому священнику, естественно, под осуждение своих юных сверстников. В июле 1943 года наступил перелом в войне, и немцы стали отступать. Но, к несчастью, 16 июля 1943 года, Вася Ермаков вместе с сестрой и вся семья Василия Веревкина попали в немецкую облаву. И их погнали под конвоем на запад. В сентябре 1943 года они попали в немецкий лагерь Палдийский в Эстонии и пробыли там до середины 1943 года. Таллинское православное духовенство обратилось к немецким властям с просьбой отпустить священнослужителя отца Василия Веревкина и его семью. И здесь благочестивый священник приписал Васю Ермакова, сестрой, к своей семье, что и спасло будущего священнослужителя Таллина. В Таллине Вася познакомился с Алексеем Редигером, будущим святейшим патриархом московским и всей Руси Алексием II, и его отцом Михаилом Редигером, православным священником города Таллина. Далее было много насыщенных событий и освобождение Таллина советскими войсками, служба в штабе армии, долгожданное возвращение домой и, наконец, поступление в 1946 году, только что открывшись, Ленинградскую духовную академию, где уже началось духовное образование. 4 ноября 1953 года Василий Ермаков был рукоположен митрополитом Григорием Чуковым в Иерее, в Никольском соборе в Ленинграде. С этого момента началось 54-летнее священническое служение отца Василия. В своем служении с самого начала отец Василий отказался от привычного стереотипа служения священнослужителя и спустился сам воно к прихожанам и стал спрашивать, какая у кого нужда, какое горе у человека. Это было страшное послевоенное время. Не прошло и десятилетия с момента снятия блокады Ленинграда. К отцу Василию приходили блокадники, фронтовики, ожидающие помощи священника. Как мне рассказывала в одном из интервью Игумене Георгия, настоятельница Горненского русского женского монастыря в Иерусалиме, возле отца Василия с самой молодости всегда было множество людей. С 1953 по 1976 годы отец Василий служил в Никольском соборе, затем в церкви Куличи Пасха и в последнее место служения с 1981 года стало Серафимовское кладбище, маленькая церковь преподобного Серафима Саровского, где он прослужил 26 лет. Феномен отца Василия заключался в удивительной вещи. Все, кто приходил к нему, чувствовали в нем своего, родного и близкого человека. Это потрясающий дар, которым батюшка щедро делился со всеми людьми, пришедшими к нему. У меня возникает такая ассоциация, что это неисчерпаемый источник удивительно чистой горно-природной воды Иудейской пустыни. Людям становилось тепло от такой духовной щедрости. Они не видели этого и не могли увидеть в своих разных жизненных обстоятельствах. Советское прошлое и воспитание просто не знало такой шкалы ценностей. Оно давило и лишало, оно издевалось и разрушало. А здесь тебя утешали и давали надежду, что можно прийти к Богу, несмотря ни на что, и верить Бога. Надо только приложить усилия, начать этот путь, открыть эту заветную дверь спасения. И отец Василий, как хороший и опытный врач, как мудрый наставник, глубочайший, красивейший души человек, как раз открывал эту дверь, помогая найти всем, пришедшим к нему, этот правильный путь. Он спустился сам воно к людям и никуда от них не бежал. А напротив шел к ним в толпу, так часто окружающий его, глубоко даваясь в их горести, беды, страдания. Он дарил им частичку любви священника, который жизнь учил не по учебникам, а в горниле настоящих страданий и искушений. И на этой благодатной почве сформировалась самая настоящая духовная мощь отца Василия, который помогал людям найти свой правильный духовный путь, отогревал их от советского прошлого, где так спутались все понятия о добре и зле и правильные ориентиры о духовной жизни. Я познакомился с отцом Василием с 2000 года виртуально, по телефону, когда мы с моими друзьями создавали молодежную православную общину в городе Иерусалиме, и мы буквально подружились, найдя очень много общих тем, и телефонный мост Иерусалим-Санкт-Петербург стал постоянным. А на 9 мая 2003 года я впервые прилетел к отцу Василию по его личному приглашению в город святого апостола Петра Санкт-Петербург. Это было незабываемое воспоминание. К нему приходило много военных и молодежи. Отец Василий поразил меня своей добротой, терпением и мудростью. Я увидел в нем дух оптинских старцев дореволюционного периода, про которых немало читал до этого. 17 ноября 2003 года во время одного из своих визитов в Россию мне удалось записать замечательный разговор с отцом Василием, который к радости сохранился в архиве, и я хотел бы представить его вашему вниманию. Дорогой Паша, писатель земли Иерусалимской, так сказать, православный христианин, любящий мир православия, с Божьей помощью ты побывал в Матери России, побывал во многих городах России, ты увидел, как живут люди. Ладно, экономически это не так важно духовно. Вот, скажи мне, твое мимолетное впечатление. Мы увидели духовность, где были в храмах? Знаете, я видел внешнюю красоту, я видел внешнее благолепие. Ну, духовность, я видел в Божьей. Внешнее благолепие, ладно, а вот это такое тепло-сердечное отношение священия, как по словам, оно очень ярко проявляется тогда, когда стоишь где-то в конце храма, видишь, как священник после службы продолжает дело Божье, обличается с мирянами, с прихожанами. Божьей, вот только у вас я это видел, потому что я... Пашенька, дорогой, вот татарская женщина я встречаю в каждом монастыре, а в этом году я посетил 10 обителей. Монастырь, Ижройцкий, Полоцкий монастырь, русско-коренное, монастырь наше Жабынский, где бы я был сейчас, вот этот. Я на Рыльском, под Курском посмотрел, а я, как священник со стажем, мне хотелось видеть, видеть не только народ, народ остается православным, верующим русским народом, которым был, если останется. Но мне хотелось бы видеть нас, священников, чтобы поделиться опытом, поговорить, как лучше у вас, что лучше у нас, к сожалению, к сожалению, я бы до этого не увидел. И мне очень хочется тебе пожелать, чтобы ты, находясь в Раде Иерусалиме, чтобы ты вспоминал наш храм, Кладбищенский, Серафима Сарусского, наши отношения, чтобы ты всегда жил той благодатной, духотворенной силой в том, что, значит, можно поднимать Россию духовное священника народу, значит, можно не бросать на народ, на производство любви, как говорится, самообслуживание, а надо их всегда учить, учить, потому что мы забыли о том, что мы являемся учителями веры, поэтому надо и учить. И вот все полученные за время пребывания в России во ваши взгляды на благодатную силу россиян, вы там напишите, вы там обработаете, там искажите. Я всегда за свои 50 лет, в этом году исполнился 50 лет, свое престолом, мне один девиз служу Богу, православие, Матери России, Святой Руси. И всегда ссылаюсь на то, чтобы русский богозванный народ не забывал свое предназначение того, куда Бог нас указывает. Вот основное. А там остальное все предложите, все предложите. Матери, что вы хотели пожелать этой семье русской, руссарейской, ваших чад? Я счастлив от того, что есть дети моего сердца по духу в Граде Иерусалиме. Это Рома, Женя, Паша, Паша, так. Аленка? Аленка, так. Они все собираются, там молятся. На них тихий пристань. Самый главный я Горний скобитель во главе Бога спасаем Матери, Георгии, дай Бог ей здоровья. Но те сложности, которые они переносят, я ей прекрасно знаю, я ей сам переносил. А моя просьба, просьба вашего любимого Батя, которого любите беспредельно, чтобы вы всегда были со мной, а я был с вами. И я буду помогать молитвою, и вы будете помогать также молитвою в наше статурное злое время. Мы не пропадем вместе с вами. А у вас отъявляются малые зернышки, а скоту вырастили большие и мощные скирда. Негодать и Божие. Всего Господа очень тепло вас. Весь истойте, у вас там жарко, у нас прохладно все, но это по телу. Не забывайте, что уже частицу своего пребывания в России вы оставили. Вы посмотрели все, мы получили благодать семейную. Вы сами знаете, вам радость и долгих лет терпеливой жизни. Затем были еще приезды в Россию и удивительные встречи с батюшкой. Два раза в 2004 году и два раза в 2005 году. А в ноябре 2005 года батюшка сам к нам приехал в святую землю. Он уже посещал ее во второй раз и прибыл совсем с небольшой группой паломников вместе со своими дочками. Нам с друзьями посчастливилось молиться на ночной литургии у гроба Господня, где сослужил греческому духовенству дорогой батюшка отец Василий. Затем получилось так, что мы с одним моим тезкой тоже Павел молодым человеком забрали отца Василия из Невитании, где он отдыхал после совершения паломничества и повезли его по святым местам. Сначала в Древний Яфа, в храм святого апостола Петра и праведной Тавифы, потом в храм святого великомученика Георгия Победоносца в Лиде, пустынь святого праведного Иоанна Претечи Крестителя Господня в окрестностях Иерусалима, где набрали воды и святого источника. После чего мы приготовили для батюшки торжественный ужин, это был удивительный праздник, батюшка был с нами в Иерусалиме у меня дома, радость была практически пасхальной. Батюшка у нас отдыхал, как говорится, и душой, и телом, и здесь в Иерусалиме он мало того, что молился, но и как бы находился в некой духовной нише, где не было бы вопросов тысяч духовных чад, которые обычно обступали отца Василия в городе Санкт-Петербурге. Батюшка попросил меня посмотреть документальный фильм под названием «Вермахт в России», снятый британскими документалистами, приговария с юморем. «Ну что же ты, Паша, не показываешь мне самое главное, фильм о войне, который у тебя есть?» Мы вместе внимательно посмотрели фильм, прекрасно понимая, насколько важна тема Второй мировой войны. Ведь отец Василий живой свидетель тех трагических событий. Утром мы рано проснулись, и батюшка рассказал мне много интересных вещей России. Известен тот факт, что батюшка сам подсказал мне название нашей паломнической службе в Иерусалиме. Я долго ломал голову, какая есть связь этого названия со Святой Землей, и задал этот вопрос батюшке, и он мне объяснил, что Россия в красках, это та революционная Россия в ярких красках, которая приносила все, что было лучше у императорской дореволюционной России в виде икон, колоколов, плащаниц, люстр, православные храмы Святой Земли. Вся православная императорская Россия жертвенно несла всю эту землю частичку своей души. Поэтому те храмы, монастыри, подворья русской Палестины, так поражающие нас своим великолепием, яркими красками и составили удивительный и прекрасный духовный мир Россию в красках. Этим же утром следующего дня мы поехали на службу в Свято-Троицкий собор русской духовной миссии в Иерусалиме. Батюшка сознательно не взял рясу и сознательно пошел в алтарь, а скромно встал в конце огромного собора, наставляя меня, молись всегда в этом месте и делай все точно, как я Паша и начал так истово молиться, что я как-то даже не успевал за ним. Батюшка просто жил и горел молитвой. Затем после литургии сел на скамеечку и принимал народ. К нему сразу пошли монахини, а затем еще некоторые верующие из храма, задавая вопросы на волнующие их темы духовной жизни. После чего мы поехали по просьбе батюшки в музей Холокоста европейского еврейства Ядвашем в Росалимском лесу. Отец Василий сам нас водил по музею, комментируя те или иные экспонаты, как свидетель тех страшных и трагических событий. В завершение посещения музея он оставил памятную надпись в книге для посетителей. Посетив 13 ноября 2005 года музей Холокоста, я нашел лагерь Клога в Эстонии, где 21 сентября 1944 года руками эстонских националистов были уничтожены израильтяне, вывезенные из Эстонии. Я был там рядом в лагере Палдиски, и мне эта трагедия знакома. Слава и благодарность тем, кто создал этот музей трагедии народа. Пусть каждый посетитель оставит за порогом музея свою неприязнь к людям, видя, к чему мир человеческий пришел в прошлом. Люди, храните любовь друг к другу, помня, за все надо платить своими страданиями. С любовью к еврейскому народу, россиянин из Санкт-Петербурга, отец Василий Ермаков. Память об отце Василии Ермакове сохраняется и приумножается все новыми книгами, статьями и воспоминаниями. Ежегодно 3 февраля в Санкт-Петербурге проводятся вечера памяти протерея Василия Ермакова. От отца Василия, то помнит его при жизни, исходила пасхальная радость. И мы с моей супругой Ларисой Платоновой хотим посвятить батюшке песню на мою музыку и текст, написанную еще 1 мая 2003 года по вдохновению от благодатного общения с батюшкой. Вечная память вам, дорогой и добрый пастырь земли русской, любимейший батюшка, отец Василий. Радуйся, Сионе, нынче благодать тебе и воскресным светом все озарены распахнулись царский болтарь. Всем спеша шинь богу мир и радость дай. Радуйся, Сионе, ведь Христос воскрес, воскресенье жизни всем она принес верой православной Богу нас повет радость пасхальной вновь ты к нам грешен не вестит нам радость вечность и любви все грехом объят Господи прости тянемся мы к свету жизни пресвятой чтобы дать ответ нам за свой путь земной пасхи пасхи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok